Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Три человека погибли в аварии на автодороге Караганда-Жизказган. Полицейские отмечают, что в Карагандинской области увеличилось количество ДТП со смертельным исходом. Народными гуляниями и большой концертной программой отметили карагандинцы День столицы. С самого утра в Центральном парке проходили праздничные мероприятия. Карагандинскому кладбищу Сокыр присвоено имя Жалан-Тюс-Батыра. Аксакалы и мусульманское духовенство, а также активисты приняли участие в вспоминальном мероприятии в честь переименования Погоста. И в начале о происшествиях. Три человека погибли вчера вечером в аварии на автодороге Караганда-Жизказган. По информации областного департамента полиции, в пяти километрах от поселка Агой водитель автомашины Mercedes-Benz допустил столкновение с автомашиной Chevrolet Cobalt. В итоге оба водителя и одна пассажирка погибли на месте. Еще три человека, в том числе один ребенок, госпитализированы в больницу. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя и 54-летняя пассажирка автомашины Mercedes-Benz от полученных травм скончались на месте происшествия. Кроме того, три пассажира автомашины Chevrolet Cobalt доставлены в медучреждение. Данный факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательно процессуальное решение. Департамент полиции Карагандинской области еще раз призывает водителям быть бдительными и строго соблюдать правила дорожного движения. Почти в два раза выросла заболеваемость коронавирусом в Казахстане. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 330 заразившихся. Больше всего положительных ПЦР-тестов в Алматы почти у 200 человек. В Карагандинской области 12 новых больных. По словам министра здравоохранения Ажар Генияд, сегодня коллективный иммунитет имеется. Привито более 11 миллионов казахстанцев. Ревакцинацию прошли около 5 миллионов человек. Это почти 67% от подлежащего контингента. Есть переболевшие пациенты, которые заболели легкой формой, но имеют иммунитет. Поэтому на сегодняшний день резкие меры ограничения Минздрав принимать не намерен. Рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей. Глава Минздрава также отметила, что в связи с отпускным периодом казахстанцы стали чаще прививаться. Запас вакцин на сегодняшний день около 2 миллионов доз. Эпидемиологическая ситуация в Казахстане остается стабильной. Город Алматы – единственный в желтой зоне по распространению инфекции. Все остальные области и города в зеленой. На сегодня от коронавируса продолжают лечиться полторы тысячи казахстанцев. При этом 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии. В Караганде определены пункты жертвоприношения скота на Курбанайт. В этом году празднование Курбанайта начнется 9 июля и продлится три дня. Специализированные пункты забоя скота оборудованы на улицах Резника 18, Гоголя 2-23 и Сифулина 53. Они получили ветеринарно-санитарное заключение. Главный санитарный врач Карагандинской области вынес новое постановление для недопущения возникновения пищевых отравлений, токсикоинфекций, острых кишечных инфекций в период празднования Курбанайта. В регионе будет усилен контроль над соблюдением санитарных норм в пунктах жертвоприношения, требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению мяса. Будет проверяться наличие документов, подтверждающих качество, безопасность мяса, а также личных медицинских книжек у работников, обслуживающего персонала и других лиц, имеющих контакт с пищевой продукцией, с пройденным медосмотром и допуском к работе. Постановление вступит в силу 8 июля. К другим новостям. Народными гуляниями и большой концертной программой отметили карагандинцы День столицы. С самого утра в Центральном парке проходили праздничные мероприятия. На территории парка от лестничного марша до набережной раскинулась арт-выставка «Город мастеров». Свою продукцию продемонстрировали и молодые предприниматели. Среди них малое предприятие «Авишу», специализирующееся на модной одежде. В этом году они выиграли конкурс на пошив спецодежды для бойцов отрядов «Жаслъель». Организация «Жаслъель» – это для всех, получается, слоев молодежи от 16 до 29 лет. Получается, ребята работают, получают заработную плату. Они работают в нашей форме, которую мы создали сами. Как мы ее создавали, мы учитывали все моменты. То есть, чтобы было удобно, комфортно, не было жарко, чтобы тянулось. Ну и потом, чтобы можно было в дальнейшем носить в школу, на работу эту форму. Карагандинка Шинар Нурмагомбетова – многодетная мама. Дома наладила выпуск кондитерских изделий. Участие в арт-фестивале – это не столько реклама для Шинар, сколько возможность показать пример для таких же женщин. Потихоньку продвигаем свою деятельность. Из дома, правда, еще пока. Заказы есть, свои постоянные клиенты тоже есть. Поэтому потихоньку продвигаемся. Хочу поздравить всех с праздником. Желаю всем чистого неба над головой, успехов, самое главное – здоровья и всего самого наилучшего. С достижениями карагандинских мастеров ознакомился Аким города Ермагомбет Буликпаев. Организаторы отмечают, что на арт-выставке «Город мастеров» свою продукцию выставили молодые предприниматели, обладатели грантов Акима Караганды. И основными такими участниками данного творческого арбата, жастара арбата, мы его так называем, были, есть многодетные матери, которые выставляют свою продукцию. Это Шанрар. Центр Шанрар, как вы знаете, в городе, он у нас существует. Социальный проект более двух лет он. И они, многодетные матери, выставляют свою продукцию, которую они самостоятельно изготавливают, реализуют по городу. Продукция разная, как и рукоделие, так и кулинария, то есть очень разная продукция. В программе арт-выставки прошли также мастер-классы по прикладному искусству. В рамках предприятия была организована работа сразу нескольких площадок. Некоторых своих питомцев представил Карагандинский зоологический парк. Мы организовали здесь такую фотозону, чтобы наши карагандинцы поснимались и показать детям, городу, что животный мир, он прекрасен, что у нас есть такие животные, которые могут контактировать с людьми. Здесь соблюдаются все условия для содержания животных. Для гостей также провели сеансы чтения народной литературы. В течение дня проходили конкурсы по национальным играм, а вечером состоялась большая концертная программа. Напомним, что 6 июля 1994 года было принято постановление Верховного Совета Казахстана о переносе столицы из Алматы в Акмалу. День столицы в Нур-Султане отмечают с момента приобретения городского столичного статуса в 1998 году. А с 2009 года этот праздник приобрел статус государственного, поскольку имеет историко-культурное значение для народа и является символом достижения Республики Казахстан. Почти 15 тысяч выпускников сдали ЕНТ в Карагандинской области. Об этом во время брифинга на площадке региональной коммуникации рассказал руководитель отдела областного управления образования Гульдана Нур-Султан. В этом году в области было зарегистрировано около 16 тысяч выпускников школ, которые приняли участие в едином национальном тестировании. Большинство из них приходится на Караганду и города-спутники. Из них тестирование сдали почти 15 тысяч человек. 833 выпускника отказались, а 8 выпускников лишились возможности сдачи ЕНТ из-за различных нарушений. Также сообщается, что уже во время проведения тестирования за нарушение правил были удалены 12 человек. Их результаты аннулированы. В этом году количество предметов осталось прежним. Три обязательных и два на выбор. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования – 4 часа. В этом году для обеспечения информационной безопасности ЕНТ проводилось по принципу «один компьютер, две камеры, один тестируемый». В каждом пункте были созданы комиссии по содействию в организации и проведении ЕНТ, которые отвечали за соблюдение правопорядка в местах проведения дежурства медицинских служб и ЧС. Всего в этом году школы Карагандинской области закончили свыше 8,5 тысяч выпускников. Из 312 претендентов на знак «Алтенбельге» свои знания подтвердили 308 учеников. Аттестат с отличием получили 465 человек. Рассказала спикер и о правилах приема детей в первые классы общеобразовательных школ. Прием заявления проводится в электронном формате через портал электронного правительства ЕГОВКИЗЭТ и систему ЕБИЛИМАЛКИЗЭТ, а также в бумажном виде. На сегодняшний день по области от родителей поступило более 17 тысяч заявлений. Документы в первые классы принимаются до 1 августа. Для зачисления необходимо предоставить заявление от родителей, копию свидетельства о рождении ребенка, паспорт здоровья ребенка, две фотографии, три на четыре. Заявление рассматривается один рабочий день. Андрей Тенна, Римандоголев, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Карагандинскому кладбищу Сохыр присвоено имя Жалангту из Батыра. Именно здесь еще в 18 веке похоронен известный Батыр. Сегодня Аксакалы, мусульманское духовенство, а также активисты приняли участие в поминальном мероприятии в честь переименования Пагоста. Наш земляк Жалантос Батыр известен тем, что в 18 веке во главе войска дал отпор большой армии джунгар. Согласно легенде, в одной из битв Батыр был ранен в глаз. После поединка Жалантос омыл рану в речке, получившей название Сокыр. Праг Батыра и по сей день покоится здесь. Инициаторами по переименованию кладбища выступили потомки Жалантос Батыра. Очень гордимся сегодня, что именно вот это кладбище назвали именем Жалантос Батыра. Во-первых. Во-вторых, чтобы народ знал, что здесь один из Батыров погребен, который освоевал эту землю в 17-18 веках прошлого столетия. Это для того, для истории, чтобы наши потомки знали, кто здесь захоронен. Это Батыр рода Сарым-Клок, уло Жалантос Батыр. Инициативная группа потомков Жалантос Батыра обратилась в Маслехат. Народные избранники поддержали Аксакалов. Содействие в этом благом деле оказал и областной филиал партии Акжоу. Мы обратились в органы местной исполнительной власти благодаря непосредственно товариществу с ограниченной ответственностью Туайжан, который занимается благоустройством территории, занимается охраной данного места. Соответственно, было присвоено, принято решение присвоить имя Жалантос Сохр Батыр Хорама. И в дальнейшем мы со своей стороны продолжим. В нашем городе Караганде, к сожалению, по сей день нет ни одного памятника нашим Батырам. Соответственно, мы будем просить, как депутаты Маслехата, городского Карагандинского областного Маслехата, будем просить, чтобы в нашем городе был установлен памятник для наших Батыров, в том числе Жалантос Батыра. Официальное переименование прошло в канун священного праздника Курбанайт. В ходе мероприятия участники совершили жертвоприношение, прочитали молитву по усопшим. Кроме того, была проведена комплексная уборка кладбища. Аксакалы призвали всех карагандинцев возобновить путь, положенный предками, и совершать благие дела. Александр Церетидзе, Нариман Доголев, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 41 год исполнился музею боевой и трудовой славы областного департамента полиции. Несмотря на то, что дата не юбилейная, в музее провели вечер-портрет, посвященный этой достойной дате. Без малого полвека со дня основания отмечает музей боевой и трудовой славы департамента полиции Карагандинской области. В честь этой даты на праздничные мероприятия пригласили ветеранов органов внутренних дел, сотрудников полиции и гостей. 20 января 1976 года начальник управления внутренних дел Карагандинского обл. исполкома генерал Василий Владимир Михайлович издает приказ о организации комиссии по созданию музея. Каждый сотрудник, выезжающий в командировку, был просто обязан по долгу, наверное, по велению сердца собирать экспонаты. Каждому ветерану Великой Отечественной войны, ветерану органов внутренних дел были отосланы письма. Каждый сотрудник, выезжавший в командировку, имел дополнительное задание – собирать экспонаты для будущего музея. Работа была поручена ветерану войны Ивану Алексеевичу Васильеву. С 1976 по 1981 годы он по крупицам собирал экспонаты. Музей открылся 3 июля 1981 года. Сегодня здесь представлена богатая коллекция экспонатов. Чего стоит хотя бы пулемет «Максим» на вооружении с 1910 года, ручной пулемет «Дегтярева» на вооружении с 1943 года, наградной материал, обмундирование, именные пистолеты генерала Шемиленко, суд Магомеда Аспанова, именной пистолет ветерана НКВД Афанасьева Ефима Сергеевича, трофейные шашки, немецко-фашистские кортики феодосийского партизана, ветерана органов внутренних дел Калиаскара Урикбаева, ветерана Ребро, шашки кавалерийские, ветераны Ванюшкина. Очень много экспонатов, в числе которых числится патефон, созданный фирмой братьев Патет в 1936 году. Деятельность музея многогранна. Здесь не только проводятся экскурсии, но и проходят вечеропортреты, уроки мужества, в том числе и с выездом в дальние районы. Цель музея – сохранение преемственности поколений, повышение имиджа сотрудника полиции и, конечно же, воспитание молодых полицейских на примерах героических подвигов. Смотрите, сколько тут экспонатов, сколько здесь людей. Не все их... Мы же уже и не знали их. А сюда приходишь и смотришь, и видишь, какие они совершали подвиги. Я не говорю с того слова, потому что каждый, кто отработал в милиции, они все совершали такие тихие подвиги, о которых никто не знал. Но их может привезти целую массу этих. Поэтому я вот даже когда студентов сюда приводила, они узнавали тут своих дедушек. Они с такой гордостью смотрели. Музей – это не просто вот такие картинки неживые. Нет, это живое дело. Музей – это своего рода машина времени, отметили гости. Именно здесь удается порой мысленно перенестись на 10, 50 и более лет назад, почувствовать дыхание минувшей эпохи, зрительно представить людей, рисковавших своими жизнями ради великих идей. Музей хранит память о былых ушедших героях. Далее о спорте. Определились победители чемпионата Казахстана под дзюдо среди молодежи. Вчера в Караганде завершилось республиканское первенство. Победители и призеры будут защищать честь Казахстана на мировых первенствах. Последний раз столь представительный чемпионат Казахстана среди молодежи в Караганде проводился в 2015 году. И вот спустя 7 лет шахтерская столица вновь собрала сильнейших спортсменов из всех областей страны, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шингент. Наша цель проведения соревнований – это подготовить мастера спорта и получить те спортсмены, которые получили первые, вторые, третьи места, они получают возможность участвовать на Кубке Европы и Гран-при Грослама. В команде Алматинской области выступал победитель Кубка Азии Ислам Токтасын. На этом чемпионате он также взял золотую медаль весовой категории 73 килограмма. Я приехал из Алматинской области. Сейчас в полуфинале победил карагандинца. Соперник – очень сильный боец. Посмотрим, что будет впереди. Борьбой дзюдо я занимаюсь уже 13 лет. Сейчас мне 21 год. В будущем хочу прославлять Казахстан на международных соревнованиях. Организаторы соревнований отмечают, что сегодня дзюдо в Казахстане развивается поступательно. В городах и сельских районах увеличивается количество секций. А значит, увеличивается и количество детей и подростков, занимающихся этим видом спорта. Лидирующие позиции в развитии дзюдо занимает Карагандинская область. Первое место в весе свыше 100 килограммов занял Аслат Мухамеджанов. Среди женщин лучшей в весовой категории до 73 килограммов стала карагандинка Диана Тилбаева. Победители и призеры будут защищать честь Казахстана на мировых первенствах. Александр Цирикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!